Здравствуйте! Об этих и других темах прямо сейчас в рамках нашего информационного часа в студии Диана Василова. А после выпуска смотрите премьеру авторской программы «Мнение с Григорием Тинским. Тема разговора о развитии региональных авиаперевозок». Как строить арендное жилье и ликвидировать аварийные? Вопросы не технологические, а правовые. Обсуждали их сегодня в Доме правительства. Строители выполнили треть годового плана, но начали совещание с других цифр. 12 несчастных случаев произошло на площадках с начала года, потому в республике объявили месячник по безопасности труда. 5,5 миллионов рублей штрафа выписали строителям за нарушение правил безопасности. За три месяца чаще технику безопасности игнорированы на коммерческих объектах, поэтому именно там усилят проверки. Годовый план по строительству кое-где идет с опережением графика. В Агрыском, Буинском, Высокогорском, Лаишевском и Тукаевском районах план выполнили на 40%. А вот в крупных городах не хватает земли на строительство по социальной ипотеке. Сегодня дефицит жилья по людям, которые стоят в предварительных списках на получение жилья по социальной ипотеке, составляет показания 4274 семьи, набережная Челна 669, Зеленодольский 151. Вот эти три муниципальных образования надо немедленно принять работу, ускорить работу по отведению земельных участков. А для ликвидации аварийного жилья и строительства арендного потребовалось с помощью прокуратуры необходимо определить порядок передачи земли под эти виды строительства. Механизм по передаче земель под социальную ипотеку вопрос отрешен. А в части аварийного жилья, передачи площадки аварийного жилья жилищный фонд, вот эти регламенты все должны быть правомерными. Главам районов напомнили о прогнозе по паводку. Эти выходные будут сложными, вода в реках поднимается, необходимо вовремя ликвидировать ЧП, а лучше предотвратить. Параллельно началась работа по ликвидации свалок. По федеральному закону в этом году районная власть имеет право и сами штрафовать за нарушение правил благоустройства. Альбина Батышина, Вести, Петерстан. Пропавшего накануне второклассника из набережных Челнов нашли. Вечером в полицию позвонила старшая по дому одного из комплексов и сообщила, что видела в соседней квартире похожего на объявленного в розыск ребенка. Полицейские выехали, обнаружили школьника. Мальчик рассказал, после урока взошел в гости к знакомому, а потом отправился гулять по городу. На улице познакомился с мужчиной и сказав тому, что родители уехали, а сам он остался без ключей от квартиры, попросился переночевать. Как выяснилось, в течение последних трех месяцев мальчик неоднократно уходил из дома, допоздна гулял, ночевал у одноклассников и знакомых. Проживает он с матерью и отчимом, сейчас ребенок в реабилитационном центре. С ним работают полицейские психологи и инспекторы по делам несовершеннолетних. Они взяли семью на контроль. Собрали воедино все тепло Олимпийского движения. Сегодня в Казань привезли факелы Всемирных игр. Те самые, которые участвовали в эстафетах Олимпийского огня, начиная с 1992 года. Есть среди них и огонь Сочи 2014. Дарья Турцева оценила свет спортивной жизни. Десять факелов, как музейные экспонаты, помещены в стеклянные витрины. Первый в экспозиции факел Олимпиады в Барселоне, которая прошла 20 лет назад. Рядом из Атланты с рукояткой из дерева. Факел из нагана напоминает традиционные японские таймацию. Из Солплейк Сити похож на сосульку. Каждая сторона старается придать символу национальный колорит. Факел Олимпийских игр Сочи напоминает пирожа птицы. Это, конечно, не оригинал, который будет участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр. Макет. Он выполнен один к одному. Весит 1,8 кг. Его очень удобно держать. А вот здесь вот находится горелка, из которой будет извергаться плане. Эстафета сочинского Олимпийского огня уникальна по своим масштабам. Длина маршрута 65 тысяч километров. Это полторы окружности планеты. Будет зажжено 14 тысяч факелов. Столько же феклоносцев в день открытия Олимпиады выйдут на стадион. Запланировано путешествие факела в открытый космос, погружение в Байкал, пребывание факела на Северном полюсе. И он будет даже подниматься на Эверест. В понедельник выставка факелов отправится в Волгоград. Сам Олимпийский огонь прибудет в Россию из Греции 7 октября. А до Казани эстафета доберется 31 декабря. Дарья Турцева и Валерий Митрошин. Вести Татарстан. Путь из города станет свободнее. Десяток поселковых улиц в Казани претеплят изменения. На них будет выполнен капитальный ремонт проезжей части и тротуаров. На портале мэрии столицы появился перечень объектов. Как сообщили в Комитете внешнего благоустройства, обновить асфальтовое покрытие сотрудники дорожных служб планируют в жилых массивах Салмачи, Атары, в населенных пунктах Новая Сосновка, Аки и Вознесенская. В целом работы охватит площадь в 24 тысячи квадратных метров. До плюс 14 и ясно. В такую погоду садоводы начинают готовиться к открытию сезона. В Автограде растят профессионалов. Мастер-классы проходят в общественной организации Лига дела. На занятиях оживленные дискуссии. Вместе с педагогом слушатели строят планы на будущий урожай. В чем секрет дачной удачи в материале? Мы потом очень долго будем думать, почему у нас они так жиденько взошли. Что мы сделали неправильно. То ли нам семена продали неправильные. Он сеет знания и вместе с тем уверенность в будущем урожая. На мастер-классах зрят в корень. Почему сельдерей не любит солнце, рожь предпочитает расти в гордом одиночестве, а к посадке картофель нужно приступать 20 мая. К началу дачного сезона исписано несколько страниц. Все нитрофоской, все вот этим самым, все надо землю пролить и все пролить. И, короче, это опять химические химикаты. Здесь нас учат, не применяя никаких химикатов абсолютно. Вот так, что именно чисто вот травой, чистого даже настоя делать. Травой, крапивой и прочее. На занятиях обмениваются опытом. В земледельческой сфере у каждого слушателя он колоссальный. Чего не скажешь о правовом образовании. Решать на корню вопросы, связанные с законодательством, большинство из присутствующих затрудняются. Мы знаем свои обязанности, особенно наше поколение. А вот прав-то мы не знаем. И законов не знаем. Вот каждый день меняются какие-то законы, и мы не знаем, которые нас касаются, которые наша повседневная жизнь. Нам это очень интересно. Изменить ситуацию в корне стремятся юристы общественной организации. В Лиге дела помогут разобраться в кодексах и разрешить конфликт. Услуга бесплатная. Мы работаем по низким направлениям. Первое направление – это оказание бесплатной правовой и юридической помощи. Второе направление – одно из самых важных – это работа с людьми старшего возраста, школа старшего возраста. И в наш центр уже посетили по данной программе более трех тысяч человек. У нас проходят бесплатные компьютерные курсы, на которых мы позволяем нашим пенсионерам больше узнать об интернете, о компьютере. И также элементарно обучаем их, как пользоваться мобильным телефоном. В зоне доступа многочисленные курсы. Каждую неделю список занятий и направлений расширяется. Анна Газятова, Венера Мухаммедова, Равкадзиединов, Вести, Татарстан. Все виды искусства воедино. Номинанты на получение премии имени Габдуллы Тукая собрались вместе. В литературном музее претенденты встретились с деятелями культуры и почитателями таланта. В творческой партитуре Шамиля Тимирбулатова много громких аккордах. Аккордов о высоких нотах, что еще предстоит взять, композитор рассказал в интервью моей коллеге Эльвири Бетулиной. Шамиль Тимирбулатов работает над очередным произведением. Что это будет, композитор раскрывать не стал. Но известно точно его стиль не спутать ни с чем. Будь это симфония, рапсодия, концертная пьеса или эстрадная песня, в каждом сочинении узнаваемый почерк автора. Звучит женский лик победы. Пятая симфония подняла зрителей с места. Они дослушали сочинение стоя. Настолько пронзительное произведение, посвященное победе, красоте и женщине. Будь это в спорте, будь это в своих личных достижениях, будь это даже в наших сегодняшних жизненных днях. Это победа. А раз победа, она красивая. А раз красивая, у нас все женщины красивые. Тем более, красивые женщины, красоту своей женщины оставили в Великой Отечественной войне. Одна из этих женщин, мама Шамиля Тимирбулатова, зенитчица, обороняла Москву. Впечатления от ее рассказов воплотились в сочинение. За женский лик победы Шамиля Тимирбулатова выдвинули на получение премии Габдуллы Тукая. Интересный концерт с артистом народных инструментов. Сейчас композитор живет на два города, Казань и Астрахань. С последним связан очередной масштабный проект. С Ренатом Харисом мы задумали осуществить очень интересную, очень сказку старую, фольклорную. Ах, буря, белый волк. Задумали с Ренатом Харисом написать этот балет. Это лишь часть грандиозных планов автора произведений Золотого фонда татарской музыки. Впереди еще много ненаписанного. Источник вдохновения творчества Габдуллы Тукая. Этих строк хватит на всю жизнь, говорит композитор. Эльвия Ребятулина, Дельмин Дубаев, Вести, Татарстан. Завтра 18.00 информационный час на канале России 24 Татарстан представит Алмаз Хакимов с обзором событий недели. И вот некоторые темы программы. Сошел вместе со снегом. Там, где кончается асфальт, плачевное состояние дорог. Кто ответит за качество? Точка не поставлена. Присяжные Верховный суд оправдали перваков. Прокуратура намерена обжаловать решение. Глава Ингушетии в интервью ввести. Почему Юнезбеку и в Курову звонят в 3 часа ночи? И что потрясло главу Северкавказского региона в Татарстане? Открытое небо. Дан старт локальной авиации. Маршруты и расценки. Об этом в итоговой программе Вести Татарстан событий недели. Завтра на канале Россия 24 в 18.00. На этом пока все. Информационный час на канале Россия 24 Татарстан продолжается. После выпуска смотрите премьеру авторской программы Мнений с Григорием Тинским. Разговор в студии пойдет о программе региональных авиаперевозок. 7 апреля в Татарстане облачно с прояснениями в большинстве районов дожди. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный умеренный. Температура ночью 2-7, днем 8-13 градусов тепла. В магнитном поле Земли прогнозируются небольшие возмущения. Неблагоприятным фактором будет повышенная влажность воздуха 85%. Давление 742 миллиметра артутного столба. Субтитры подогнал «Симон» По вводу жилья 761,5 тысячи квадратных метров введено в Республике Татарстан. Хочу отметить особо Огрызский, Ознакаевский, Оксубаевский, Альметьевский, Опасский, Балтасинский, Буинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Камско-Устинский, Лаишевский, Мензелинский, Нижнекамский, Нурладский, Пестричинский, Рыбнослободский, Сабинский, Сармановский, Тукаевский, Тюличинские муниципальные районы, где годовой план выполнен более чем на 40%. По социальной ипотеке уже было сказано, введено 36% от годового плана. Прошу муниципальное образование совместно с Государственным жилищным фондом и заказчиками держать на ежедневном контроле ход строительства объектов социальной ипотеки программы 2013 года. По программе улучшений условий ветеранов в Республике продолжается строительство 104 домов для 497 ветеранов войны. В высокой степени находится 24 объекта, в средние 14 объектов. Уважаемые коллеги, в этом году мы сейчас согласовали программу аварийного жилья в Республике. Мы будем за три года ликвидировать 427 тысяч квадратных метров жилья. Общая программа более 12 миллиардов стоит. Сегодня согласован лимит предоставления фонда на 2013 год – это 1461 миллион рублей. Исходя из этих сумм, Министерство Рустам Горевич подготовило регламент работы в этом году. Совместно с Государственным жилищным фондом программа начинает отрабатываться до получения финансирования. Поэтому мы сейчас утвердим порядок работы по аварийному жилью с учётом тех изменений, которые произойдут в 2014 и 2015 годах. Но задельно уже вместе с жилищным фондом программа предварительно подготовлена. В течение недели согласуем с муниципальными образованиями конкретные дома, которые будут строиться, и каким путём это пойдёт. Значит, немножко у нас условия меняются по работе с фондом реформирования ЖКХ. И вот здесь, Рустам Горевич, мы просим поддержку до получения финансовых средств, чтобы с фондом мы могли уже работать по строительству. Ну, я предлагаю провести балансовые комиссии с районов, обсудить возможности. На самом деле наличие средств ограничено, а задачи стоят большие. Но есть некие механизмы, которые мы можем использовать. Если муниципалитеты будут готовы к этим программам, надо работать с жильцами этих аварийных домов. Сегодня дефицит жилья по людям, которые стоят в предварительных списках на получение жилья по социальной процедине, составляет показания 4274 семьи, набережная Челна 669, Зеленодольский 151. Вот эти три муниципальных образования надо немедленно принять работу, ускорить работу по отведению земельных участков, определению перспектив застройки, для того, чтобы люди могли заключить договоры и понять свою вещь. Я считаю, что надо определить регламент передачи земли, оформление всех документов, чтобы друг за другом не ходить. Значит, на родину я поручение такое дал. Уважаемый глава администрации, уважаемый Талат Медхадьевич, давайте, чтобы наши отношения были в понятной плоскости, что друг за другом не ходили. Ну и у нас еще один вопрос, Руслан Григорьевич, это арендное жилье, которое я бы просил в данном случае глава администрации муниципальных образований. К сожалению, сегодня идеология арендного жилья, который закладывается в федеральной законодательстве на уровне проектов, законов и распределения документов. Это тоже важный вопрос. Я прошу подключить ваших специалистов. Значит, мы говорим о арендном жилье специального назначения для тех категорий, которые у нас являются очередниками по программе социальной ипотеки. Ее надо адаптировать в нашу программу. Это будет, у нас есть наем, у нас есть социальная ипотека, у нас будет социальная или аренда. Она будет на 30% дешевле, и дома будут малогабаритные. И эта категория квартиры, она не будет отчуждаться, потому что мы ее будем строить для... Да, мы будем улучшать жилищные условия, но это будет как ставка. Они будут переезжать, поэтому здесь, значит, вот есть федеральная законодательство по арендному жилью. И вот это, это разные вещи, потому что, чтобы получить право на аренду в этом доме, ты должен соответствовать там, или вы это работникам, которые участвуют в программе, или бюджетникам, очередникам, которые в очереди. Значит, как раз вы посмотрите, а потом мы по пищительским советам... Я в данном случае просил бы, глава муниципальных образований, с учетом сложившихся ситуаций с теми или категориями, определиться, где будет узкое место, или, скажем, где социально неразрешенный конфликт есть, чтобы мы увидели и, исходя из этого, приняли обобщенное решение, какие категории надо поддерживать, какие категории поддерживать и в какой степени поддерживать, чтобы появился какой-то аналитический документ. Главный критерий, я думаю, что главный критерий – это люди, которые у нас очередники. Вот эти люди. Если мы сейчас расширим или сделаем это как бы окно на 30% дешевле, в хороших местах, конечно, там будут брать в аренду и в субаренду еще передавать. Для субаренды не будет, а длиннее взорвать. Ну, ты же за каждым домом не смотришь, не нужно. Поэтому давайте вот поработайте, это доступная аренда. У нас есть доступная ипотека, у нас есть доступный наим, у нас есть доступное арендное жилье. Где наим, он еще может выкупать, а где аренда, выкупа нет. Это весь дом не выкупный уже. Да. Эльдар Шевкач, вот у нас есть две темы, которые надо бы сейчас озвучить. Уважаемый Рустам Нургалевич, уважаемые коллеги, по паводковой ситуации. Нужно сказать, что прошедшая неделя пока не отмечалась с серьезными критическими проблемами. Во всех районах, где возникали малейшие подъемы уровня воды и подтопления, оперативно была организована работа. Хочу поблагодарить. Замечаний на прошлой неделе таких со стороны МЧС нет. Одновременно обращаю ваше внимание, ни в коем случае нельзя успокаиваться по итогам прошлой недели. У нас достаточно сложный и сегодняшний день, и ночь, и завтрашний, и понедельник. Очень важно, очень хорошо быть в режиме готовности эти ближайшие три дня. Наибольшее возможное подтопление населенных пунктов в ближайшие трое суток ожидается. На Вышишминский район, село Слобода, 16 домов. Приозерное Алексеевского района, 5 домов. Буинск, 28 домов. Штармановский район, село Шарлиарема, 124 дома. Имбулатово-Буинского, 3 дома. Чутеево-Кайбинского, 3 дома. Это те населенные пункты, которые находятся в зоне наибольшего риска. Прошу взять особый контроль. Поэтому все необходимые превентивные мероприятия необходимо осуществить. На эти же трое суток наиболее важный момент – это патрулирование по ледоходу, для того, чтобы не происходил затор льда, и который бы не вызывал необоснованный подъем уровня воды на отдельных участках. Это по поводу, Курсангович. По санитарной очистке, пожалуйста. Уважаемые коллеги, по санитарной очистке. Как вы знаете, у нас с 15 апреля начинается двухмесячник. Одновременно было объявлено, что наша готовность всех муниципальных образований с 8 апреля, то есть фактически через два дня. При этом есть принципиальное изменение законодательства. С 2013 года муниципалитеты имеют право самостоятельно составлять административные протоколы за нарушение правил благоустройства. Это на юридические лица до 1 миллиона рублей. При этом штрафы поступают в муниципальные бюджеты. Я прошу обратить на это внимание. Такого не было раньше сегодня. Такое изменение принципиальное есть. Соответственно, необходимо работу проводить. У нас уже началась работа по городу Казани. Достаточно большой объём работы. В городе Казани составлено 69 секторов. И начата работа по другим муниципальным образованиям, по мере таяния снега, необходимо организовать как уборку территории. И что самое важное, в прошлом году работа была организована достаточно хорошо. Надеюсь, что и в этом году. Это ликвидация несанкционированных свалок. Начиная с 15 числа она будет на учёте ежедневно в Министерстве экологии. Поэтому, коллеги, мобилизуйте все необходимые силы и все необходимые ресурсы. Всё, Руслан Григорьевич, доклад закончен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!